Привет, друзья! Россией управляет бандитская группировка ОПГ, которая не способна ни на что, кроме откровенного грабежа и убийств. И все, что происходит в ней, происходит не по моральным законам или юридическим правилам, а исключительно по понятиям. Так ли это? Я Григорий Герман, давайте разбираться. А разбираться есть в чем. Потому что Путин-то как раз приходил к власти и все эти десятилетия сидел на троне в образе чекиста-интеллектуала, рыцаря с холодной головой и горячим сердцем, государственного деятеля. Ну то есть в образе противоположном, мурчащему бандиту в распальцовке, родителю общака, авторитету. Короче говоря, такой... Штирлиц против Карпа. Из места встречи изменить нельзя, да? Хотя, как всегда в России, публичный образ, конечно же, сильно отличался от реального человека. Ну какой реальный из Путина Штирлиц? И это становится понятно уже даже если вспомнить место его последней службы. Это чисто пенсионерская должность, на которую назначили, в принципе, еще молодого офицера КГБ. Такая ссылка для непригодных по тем или иным причинам. Не нежелательных, а именно непригодных. А если еще вспомнить, что Путин как деятель вне КГБ формировался в том Ленинграде, который был по-настоящему бандитским. Ленинграде начала 90-х, там помните, Тамбовские, Великолукские, Кумарины, другие. И станет совершенно ясно, что вместо Штирлица россияне снова и снова выбирают в президенты антибиотика, который сколотил вокруг себя УПГ и вывел ее на такие высоты, что любая преступная организация, любой картель в мире и в истории криминальных сообществ о таком и мечтать не мог. Эти пацаны пришли к успеху. И, конечно же, они проповедуют ту философию, бандитскую философию, которая их к этому успеху и привела. Кремлевский крестный отец, да? Только вместо элегантной мелодии композитора не народ, а такая балалайка. О разводящих, о наездах, об общаке ОПГ Путина мы поговорили с Иваном Ступаком и Геннадием Гудковым. Оставайтесь, будет интересно. Геннадий Владимирович, я вам должен признаться, вы когда-то в самом начале войны, мы с вами общались, и вы на мои мысли о том, что такое Путин, что такое путинский режим, сказали, да бандиты они. Вот бандиты, чистой воды бандиты. И я тогда подумал, господи, ну какие же они бандиты, ведь выглядят так интеллигентно, выглядят так хорошо. Говорят-то как хорошо, да? Ну что же за бандиты? А потом и мурка появилась, а потом и мурчание даже у Лаврова, у министра иностранных дел и так далее и тому подобное. Как сейчас? Все так же эта банда находится в своем состоянии? Или что-то в ней поменялось из-за того, что не получилось быструю победоносную войну? Наскок, да, набег организовать? Она стала еще хуже. Дело в том, что они не просто бандиты. Я все время говорю, что они, получившие безграничную огромную власть, шпана. Вот я, как человек, который в 90-е годы боролся с этой мафией, я возглавлял одну из крупнейших российских компаний в области безопасности и самую лучшую по листу клиентов. Очень огромное количество международных компаний, серьезных, больших, были нашими клиентами. Поэтому я очень хорошо понимаю разницу между бандитами и шпаной. Потому что у бандитов были какие-то ограничения, какие-то правила свои. А вот у шпаны не было ничего. И она была беспредельной, эта шпана, потому что у нее не было ни авторитетов, у нее не было никаких материальных серьезных интересов. И они в этом были в смысле гораздо более опасны, чем бандиты. Потому что те хотя бы действовали по своим понятиям. А у этих этого не было. Вот путинская банда, она действует как по модели действий шпаны. Хотя у них сейчас уже нет ничего, чтобы их сдерживало, кроме собственной смерти. И вот шпаной, к сожалению, приходилось воевать только одним, только силой. Силой и угрозой применения этой силы. Потому что никакой другой язык, кроме языка силы, шпана не понимал. С бандитами можно было выстроить какой-то диалог. Они понимали, что в одном случае лучше уйти, чем рисковать. А эти не понимали ничего. И вот путинская банда, она мне напоминает ту шпану 90-х годов, так сказать, без витрил и правил. И вот мне кажется, что к тому же у них еще идет моральная деградация. Мы видим же, что они уже настолько привыкли врать, что они уже даже не воспринимают это как собственное вранье. Но их уже просто клейма ставить негде. Они привыкли убивать, я имею в виду, посылать на смерть людей, уже совершенно не задумываясь. То есть идет моральная деградация всего истеблишмента. Это идет деградация, а вслед за политической деградацией, моральной, нравственной, идет деградация других слоев общества, бизнеса, культуры оставшейся и так далее. То есть вот нужно понимать, что страна вырождается, она превращается в какое-то чудовище. Я при этом совершенно точно вам говорю, абсолютно точно, что десятки миллионов людей России, взрослого населения, против войны и против Путина. Это совершенно точно. Но жестокость репрессий, их абсолютная, так сказать, непредсказуемость, конечно, и массовость применения, она, эти три фактора подавляют людей, парализуют их волю к сопротивлению. Но тем не менее мы имеем то, что имеем путинский режим без ветрила правил, который можно разговаривать исключительно языком силы. И никакого иного языка они не понимают. Да, действительно, это все мафиозная организация. Да, она в белых воротниках, да, с красивыми высокопарными словами про Россию, империю, геополитическую катастрофу, Советский Союз. Это все есть, оно все остается. Но в основе всего лежит деньги. Деньги, власть, власть, деньги. Есть власть, нужны деньги. Есть деньги, хочу власти. Многие олигархи, набрав денег, пытаются войти во власть, чтобы ее получить. Многие чиновники, получив власть, хотят получить денег. То есть вот на этом все и базируется. Поэтому действительно, да, это мафиозная власть. В чем еще большой нюанс? Лояльность, как и в мафии. Лояльность оплачивается невероятно щедро. Вспоминаем сразу нетленный образ пока еще Сергея Кужегетовича Шейгу. Сколько бы человек ни косячил, сколько бы человек ни воровал, но он всегда на плаву. Вот сколько уже? 20, наверное, 5 плюс лет он на плаву. И Путин его принял еще в должности министра по чрезвычайным ситуациям в Российской Федерации. Один раз у него была опала, бросили его в губернаторство Московской области. Любой другой чиновник воспринял бы это просто как унижение, как потерю всего. Шейгу это принял как? Надо, надо. Босс сказал, я сделал. Босс оценил. Босс реаниментации. Со временем, в 2019 году, вернув на должность министра обороны. И даже сейчас, коррупционный скандал, много скандалов, подчиненных Шейгу просто-таки раздевают на лево и на право, как пластилин гнут. Я имею в виду генерала с большими лампасами. Сирейка уже этой Шейгу спокойно едет в Китай и стоит номером 2 в шеренге, когда его представляете, единственным. В первом Сергей Лавров, второй Сергей Шейгу, одиннадцатым стоит, я даже посчитал, но перед министром обороны даже стоял Дмитрий Лепестков. Он даже выше в ранге, в мараджире весит, чем новый министр обороны. То есть лояльность превыше всего. И мы с тобой много раз говорили такую фразу. В Российской Федерации не снимают за профнепригодность. В Российской Федерации снимают за нелояльность. Вспоминаем Евгения Пригожина. Мафия, это такой себе солдат, который выполнял все грязные поручения, всю грязную работу своего хозяина. Да, не просто убийство, какие-то журналисты. Журналисты убивали, чеченцы, кадыровцы. Кадыровцы убивали, запугивали. Пригожин воевал, работал на много более широком уровне, но все равно он оставался солдатом. Даже он голос повышал на патрона. Это прощалось, потому что он делал работу. Как только он перестал быть лояльным, сразу же он слетел на землю, в прямом смысле. С 8 тысяч метров упал вниз. Если говорить о таких криминальных сообществах, то все равно там есть какие-то определенные роли, которые выполняются. И последние изменения, которые происходили в Российской Федерации, могли что-то поменять или ничего не поменять. Вот, например, там Патрушева некоторые исследователи называли до увольнения с должности неким разводящим таким. То есть он, по идее, должен был с помощью ФСБ, с помощью всего, разводить все возможные конфликты. Во-первых, так ли это? И во-вторых, многие ставят ему в вину то, что он не смог развести конфликт между Патрушевым, господи, между Шойгу и между Пригожиным. То есть поход на Москву, это была его вина. Ну, я думаю, что не совсем так линейно там происходит. Путин обладает определенным талантом разводилы. Вот не Патрушев, а Путин. Я думаю, это и позволяет ему очень долго удерживаться. Не просто там в Кремле. Понятно, что там власть захвачена еще в России президентом, я имею в виду без фамилии. В 1993 году, когда была принята уродская конституция, отдавшая всю власть президенту. А он выполняет роль разводилы, скажем так, как в бандитском сообществе, живущем по правилам шпаны. Вот ему удается здесь находить баланс. И Патрушев стал, на мой взгляд, я могу ошибаться, мы там обсуждали с коллегами, он стал слишком влиятельным, слишком сильным. И главное, что за ним стоял Совет Безопасности, как коллегиальный орган. Путин им и руководит, но фактор личного присутствия и личного управления все-таки он принадлежал больше Патрушеву. И мне кажется, Путин просто приревновал, что Патрушев стал не просто человеком номер два, а в определенных моментах даже человеком номер один в государстве. Но ругаться с Патрушевым ему нельзя, потому что это команды, связанные огромным числом преступлений. И поэтому он его мягко понизил до должности своего помощника, сохранив контакты, взаимоотношения, в качестве пилюли подсластил вот это некое понижение статуса его, ну, оно может даже не некое, а серьезное, назначением сына вице-премьером правительства. Шойгу, который повинен был в этом во всем конфликте и так далее, был смещен на должность секретаря Совета Безопасности, и он не сможет там обрести ту силу и то влияние, потому что он там чужой. Как это сделал Патрушев, который там был абсолютно свой, и его все лидеры там все признавали. Сейчас вот Путин сделал некоторые перестанутки, на мой взгляд, они отражают уравновешивание шансов различных кланов, чтобы не было там, чтобы один клан окончательно сажал какого-то другого, наказание за какие-то оплошности, такие мягкие наказания типа порицания, или объявить выиграть без занесения в личное дело, как раньше формировка партсобраний. И таким образом он еще там попытался поркой генералов снизить субъектность армии, там убрать неугодных типа генерала Попова, но и заодно показать, что вот сейчас армия не может быть главной организующей властной силой в стране. Ковальчук, которого называют одним из самых влиятельных людей нынче в России, и более того называют личным банкиром Путина. Что значит личный банкир Путина? Что это значит? Насколько мы знаем, это человек, который финансирует все, что пожелает Путин. То есть у Путина нет своего кошелька в плане как партмония. Мы выходим каждое утро на работу, деньги, документы, телефон, ключи, кошелек не забыть. Путин, он всегда есть человек, который рассчитается за него. Неважно, мороженое будет купить Эрдогану, или захотел он бизнес-джет, фалькон для своей жены по кружке, любовницы, не знаю. Он просто говорит, нужен самолет. И человек решает этот вопрос, он находит самолет. Есть фонд, в АБК, кстати, делали расследование на эту тему, как покупался дом вот этому Путину между... Беленджик. Да, Еленджик. Еленджиком. То есть все сбрасывают деньги в общий котел, и оттуда просто черпается, что нужно. Надо дом. Дом не хватает денег. Докинули, все докинули туда. То есть кто не докинул, бизнес больше не ведет. То есть вот таким вот образом это кошелек. То есть весь бюджет Российской Федерации, это один большой кошелек. Тебе просто нужно сказать, хочу вот это. Хочу роз-срость, например. Где купили. Какая те разница, какой счет фактура, кто покупал, где и купили. Ну, то есть вплоть до того, что, да, насколько я понимаю, вот вся вот эта вот мафиозная структура, которая выстроена, по большому счету, как и насколько я понимаю, в обычной мафиозной структуре на самого Дона ничего не записано. И он сам очень редко кого-то убирает. Он просто высказывает свои пожелания, а потом эти пожелания уже реализуются абсолютно другими людьми, и они, в принципе, ему могут даже не принадлежать. Миллион процентов. Смотри, ты такую тему поднял шикарную. Смотри, после скандала в 2001 году Георгий Гангадзе, украинский журналист, когда его убили, когда всплыли записи в кабинете тогдашнего президента Украины, Ленина Дакуевича, что он там, разберитесь с ним. Я уверен, что Путин учел этот урок. Мы достоверно знаем, что Путин никогда команды на устранение конкурентов не дает. Он, во-первых, либо говорит очень витиевато, очень там, в формате, помнишь, бриллиантовая рука. А может нам это? А вот вам поручена операция, и занимайтесь. Все. То есть даже на тот случай, если его кто-то задокументирует, американцы, не знаю, НЛО, он ничего не говорит. Второй вариант, как он действует, он ждет от своих подчиненных расторопности, чтобы они угадали его настроение. А потом сам сидит и ждет, как подчиненный проявил себя. Угадал ли подчиненный его настроение? Молодец. Плюс какой-то балл, плюс какое-то повышение. Не угадал? Тупой. Тупой подчиненный. Ну, там где-то со временем теряется. А в этой системе шпанской, шпанская система путинской власти, кем был Шойгу все это время? Бандитская, шпанистская. Бандитская, шпанистская, да. Кем был Шойгу? Он же чиновник, он же не из шпаны. Шойгу, шойгу пиарщик. А по своей природе, по своему сути, как мне назвал, как разговаривал с одним олигархом, которого знают гораздо лучше, он говорит, «Ты Шойгу политическое животное». Я тогда не понимал значения этого слова, говорю, типа, как бы, прозвучало не очень лицеприятно. Я говорю, «Что ты имеешь в виду?» Он говорит, «Ну, он без политики, без пиара жить не может, ты что, не видишь?» Вот там, смотри, он был министром МЧС, его все знали. «Ты знаешь, там, кто пришел министром после него?» Я говорю, «Ну, я-то знаю, потому что я этого человека лично знаю». Но, конечно, да, его не видно, несмотря на то, что он там виден. Такой парень был шустрый, коммуникабельный и так далее. Но он сразу потерялся после того, как Шойгу ушел. Вот. Поэтому Шойгу умело втерся в доверие к Путину давно. Ходят слухи о том, что именно он подарил Путину лаборатора Кони на день рождения и тем самым показал, что это не только подарок, который Путин был царь Юрия Рады тогда еще. А он еще показал, что он готов проявлять собачьи преданности, следовать за Путиным везением и на что не претендует. Этот подарок был истолкован кремлевским коллегами вот именно так. Ну, тем, кто окружал Путина. И Путин Шойгу принял, хотя у него там были сначала желания его убрать. И Шойгу остался министром, он вообще дольше всех сидит в Кремле, ну, вот в этом, во власти Кремлевской. Он больше Путина. Он еще был при Ельце. Поэтому вот ему пока удается держаться на плаву. Он, конечно, коррупционер. Он, конечно, участвует в общей программе раздербанивания России. Но участвует в каких-то масштабах и пределах, которые Путин, в общем-то, устраивает. Путин, понятно, докладывается там, что Сергей Кужугетов все, так сказать, прикарманил, прихватизировал. Но, видимо, вот этот уровень, когда он что-то делает, это Путина устраивает. Он не считает, что Сань Кубера что-то не потянул. Обычно, насколько я помню, гибель Дона в семье, если даже у него есть наследник, а тем более, если наследника у него нету, вызывает пертурбации, вызывает внутренние войны. Условно, вот по твоему мнению, субъективно, если вдруг произойдет то, чего ждет все цивилизованное человечество, кто сейчас победит в борьбе за власть? Кто сейчас самый сильный? Ох, ох, сложный вопрос. Давай гадать. Мы очень хотим, мы бы очень хотели, чтобы, если, ну, когда, когда он умрет, внезапно, чтобы не нашлось одного человека, который может поднять всю эту власть, потому что все это сводится централизованно в один кабинет. Вот только в одном кабинете находятся все телефоны, с которых можно давать указания. Это как машина-кабриолет. Как бы ты ни говорил, мы, я буду всю семью возить на этом кабриолете, там только два человека сядут. Все, вот купят. Два человека, все, больше не сядет. В автобусе дал. Вот в Российской Федерации это, считаю, это даже болит. Вот просто один человек и все. Второго, третьего посадить туда нельзя. Там о демократии речи там не пойдет. То есть, я бы хотел видеть, что? Чтобы одного человека не было, чтобы появился. Патруши говорит, все, теперь власть наша. Тут заходит сразу же, например, Антон Вайна, глава администрации Путина вместе с Сергеем Кириенко. Секундочку, в смысле, власть ваша. Вы силовики, вы тупые, вы можете только вот оружием махать, а вся власть вообще держится на нас. Мы знаем, как каждый день давать указания, чтобы от Москвы до Владивостока указания проходили. Тут заходят олигархи. Стопе, секундочку, Дерипаска. Какие вы силовики тупые, вы чиновники, коррупционеры, вам только деньги нужны. Все держится на нас, наши предприятия, мы ВВП даем. То есть, нам бы важно, чтобы разные силы столкнулись и начали между собой делить эту власть. То есть, чем больше непонимания будет в Кремле, тем понятнее и проще будет у нас внизу здесь. Я не думаю, что там есть какой-то клан, который способен Путина заместить, и он там доминирует. В том-то и дело, что если там будет доминирование, там начнется очень жестокая борьба. Поэтому Путин уравновешивает как раз шансы вот этих сложившихся различных кланов. Там и все участвуют, там не только вот те лица, которые вы перечислили, там и прокуратура, там и следствие, там и судебные системы, там много-много каких людей есть, там правительство, кланы и так далее. Много там сложилось. Поэтому Путин как раз вот и уравновешивает их влияние, чтобы они не получили какое-то доминирующее преимущество, чтобы сажать там полностью всех остальных и породить мощнейший конфликт. В этом вот и его и есть главная такая стратегия внутри крымлевских интриг. Путин заменить неким. В том-то и дело, что эта система эгоцентрична. Она заточена на конкретную личность, которая занимается управлением через баланс интересов. Поэтому в том-то и дело, что вот если что-то происходит с Путиным, то систему не удержишь. Она может на какой-то там период какие-то сохранять черты путинизма, но в целом она будет вынуждена серьезно трансформироваться, в конечном итоге она рухнет. Потому что просто она так сработана. Вот так сработана. Вот она на одной ножке. И если эта ножка валится, то начинает валиться вся система. Может быть, не сразу, может быть, медленно. Ну, медленно имеется в середу месяца. Но она обязательно развалится. На мой взгляд. Опять-таки, это моя точка зрения, я ее никому не навязываю. Я считаю, что без Путина система пойдет в разнос. И вот, понимаете, как мы говорим, любой, кто придет после Путина, будет вынужден проводить реформы, договариваться с Западом, останавливать войну, выводить войска. Любой. Помнишь, когда Пригожин еще был жив и когда Пригожин был еще в силе, одним из самых больших страхов, в том числе и Запада, было то, что вот, а не дай бог, что-то с Путиным произойдет, к власти придет кто-то, кто хуже. И многие говорили о том, что придет вот Пригожин, а Пригожин, он же бандит, он же вообще, ну, капец. Ну, вот как такое можно жить кошмарно-фиолетом? Как, по-твоему, сейчас в окружении Путина может ли прийти к власти кто-то, кто будет хуже Путина хотя бы в плане ядерной опасности применения ядерного оружия тактического в этой войне или же там по зажиманию гаек в Российской Федерации? Есть такая персона, которая хуже Путина для мира и для Украины? Понимаешь, сейчас трудно сказать. Почему? Потому что, когда Путин пришел к власти, он выглядел очень даже миролюбивым. Он все-таки заявление говорил. То есть, он раскрыл себя непосредственно будучи на должности там, по-моему, через 8 лет. То есть, в конце концерта он начал себя раскрывать. Кто такой сейчас может быть? Ну, как по мне, наверное, Патрушев. Наверное, скорее всего. Патрушев хуже, чем Путин. Мне кажется, да. Он такой яркий антизападник. Поясню, почему. Вот антизападная риторика, она будет сохраняться потому, что она объединяет. Мы с тобой когда-то говорили. Намного проще объединить людей против чего-то. Чем за что-то. Затт, нужно пояснять, доказать, а тут говоришь, плохие, англосаксы. Извините, нас она в подъезде в Оренбурге, англосаксы. Просроченные, это все, Обама, Байден, это все они сделали. То есть, намного проще объединить. По поводу ядерной войны, я скажу так, на 95% я уверен, что ее не будет. Почему? Потому что я боялся пятерной войны, если бы видел, как чиновники Российской Федерации живут, например, по аналогии на Северной Корее, что они все голые, босс, едят, пули, спят на газете, тогда да, им нечего терять. В этом мире они готовы на все. Мы же видим, какая коррупция в Минобороны Российской Федерации. Тимур Иванов, даже по меркам российской коррупции, это невероятные деньги у него были, Лорапиано, Роуз-Ройс у чиновников у Минобороны. Нет, ну, это там, да. Шойгу любит пады, Дмитрий, Дмитрий Уточкин, Медведев, дом, уточки, все, то есть, все любят жизнь, никто не хочет гореть в огне ядерного взрыва, ядерный выдач. Поэтому, потому что седерная война отменяется, на Вену, хочу в это верить, а вот с антизападной риторикой, да, это здорово. Любой тот, кто придет, должен быть обеспечен жизнью, здоровью своего окружения. А ядерная кнопка это прямой путь к завершению этого жизненного пути всем скопом. Поэтому я думаю, что нет, никто там ядерное оружие не применит, кто там может прийти, но там кто отмороженный, квальчики отмороженные, да, там Патрушев до известной степени отмороженные, кто там еще отмороженный, там больше совсем, что значит, отмороженных нет, там не так много их. Но Джилл Лавров тут же соскочится, с вагона, с поезда. Вот, там многие люди тут же предпочтут как-то сойти с этого поезда. Я даже не уверен, что там в армии кто-то, там при Путине еще могут нажать кнопку из-за страха Путина. А вот после Путина что-то у меня сильные сомнения, что кто-то решится на самоубийство. И в общем, хотят жить. Поэтому мне кажется, нет. Хуже Путина трудно что-то сейчас придумать, реальный вариант. нам, конечно, можно сказать, что Гиркин хуже, там Пригожин хуже, там какой-нибудь отморозок еще хуже, но они не придут к власти. Они не придут к власти. Даже если что-то с Путиным случится естественно, физиологическое какое-то. нет, нет, система заточена под Путиным. Он сам ее так организовал, что без него она, в общем-то, жить не может. А иначе зачем он нужен? Если система не может существовать без Путина, зачем тогда он нужен, если она может существовать без него? Он и делает так, чтобы она без него не могла ничего, ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад. Ну, опять же таки, в любых конфликтах, которые возникают в середине в российской власти, мы, как всегда, болеем за обе команды, потому что чем быстрее они там между собой каким-то образом, тем нам станет легче, да и всему миру станет свободнее и легче дышать на этой планете. Спасибо вам огромное. Яна Сергеевна, можно я завершу одну простую фразой? Я вот когда там Путин мог бы стать ведь любимым там президентом, если бы в 2008 году ушел бы за эту должность любимым президентом россиян, был бы везде востребован, жил бы в своих дворцах и так далее. Вот надо же было прожить свою жизнь так, чтобы сотни миллионов и даже миллиарды людей ждали твоей смерти как избавления. Вот просто вот, я не знаю, передадут ему, наверное, не передадут, постесняются побояться, но неужели вот он не понимает, что он прожил свою жизнь так, что миллиарды людей на планете ждут как праздник и его смерть. Вот как же вот можно вот подвести себя к такому, это еще не итог, но это уже промежуточный итог. В любом случае свободный борщ, имеется в виду борщ в подарок, обеспечен теперь в день его смерти точно по всему миру, всюду, где украинцы сейчас находятся. Да и где россияне. И где россияне. Там щи и борщ. Спасибо вам огромное, берегите себя и до встречи. И вот тут вот в конце по идее должен быть какой-то вывод, например, о том, что ни один народ не заслуживает того, чтобы им правили бандиты, или какой-нибудь вывод о том, что еще никогда настолько безидейный и криминализированный персонаж не правил в России, по крайней мере, последние несколько сотен лет, но меня останавливает мысль о том, что вся эта история о бандитах, дорвавшихся до бесконечной власти и бесконечных ресурсов, о Путине антибиотике из бандитского Петербурга, да, она произошла в стране победившего сериала «Бригада» или того же «Бандитского Петербурга». В стране, где от сумы и от тюрьмы не зарекайся. В стране ауе и феи, проникшей даже в уста министра иностранных дел. И это не недостаток, это преимущество. Это не приговор общества, это награда. И отличная строчка в резюме, которая при приеме на работу главой государства идет в плюсик. Жалко, правда, что не сидел, да, так было бы еще лучше. И да, тут, конечно, вот едкие комментаторы могут вспомнить персонажа с позывным «Легитимный», который из Межигория переехал в Ростов, но пусть они вспомнят сначала, почему ему пришлось переехать. А в России такой же, чуть почище, может быть, до сих пор сидит в Кремле. Или я ошибаюсь? До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.